Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Балакирев, и мы продолжаем изучение списков языка Python. Сегодня мы с вами познакомимся с основными методами, которые есть у списков. Что такое методы вам должно быть уже известно, об этом была речь, когда мы рассматриваем методы строк. Кратко напомню, что список представляет собой объект, и с этим объектом связана определенная функция, которая называется его методами. Давайте предположим, что у нас есть некий список, состоящий, например, из вот таких вот чисел. Минус 54, 3, 23, 43, минус 45, ну и давайте еще нолик возьмем. Вот так вот. И вот к этому списку мы хотим добавить еще одно значение. Сделать это можно с помощью вот такого вот метода, который называется append. В качестве аргумента должны прописать тот элемент, который добавляем в конец этого списка. Давайте добавим число 100, то есть напишем append от 100. И смотрите, как изменится наш список А. Выведем его и видим, что вот здесь вот последним значением как раз добавилось вот это вот число 100. При этом вот этот вот метод append сразу, непосредственно меняет сам список А. То есть, чтобы его изменить, достаточно вызвать вот этот вот метод вот таким вот образом. То есть, нам не нужно делать присваивание результата какой-либо переменной. То есть, писать вот так вот. А равняется append, ну и давайте добавим какое-нибудь значение, там 40, допустим. Что в итоге получится, если мы так сделаем? В итоге, на самом деле, мы потеряем весь список. Видите, у нас А теперь принимает значение none. Вот здесь не особо хорошо видно. Давайте мы с помощью print выведем переменную А. Она у нас сейчас принимает значение none. Что это за значение none? На самом деле, вот эта функция append, в общем-то, ничего не возвращает. Она возвращает вот такое специальное значение none. И когда мы выполнили вот такую команду, то вот эта вот переменная А стала ссылаться вместо списка на вот такое вот значение. И в результате вот этот вот список у нас как бы пропал. На него уже нет никаких переменок. Поэтому делать вот так вот нельзя. Если мы хотим добавить что-то в конец, просто пишем а, точка, append и соответствующее значение. Давайте я верну наш список, который был изначально. Скопирую сюда. Все, он у нас теперь вернулся, как и был прежде. Как я сказал, с помощью вот этого вот метода append мы можем добавлять совершенно разные типы данных. Ну, например, вот такое булевое значение true. Пожалуйста, никаких проблем. Или можем добавить, допустим, какой-нибудь вложенный список. Ну, допустим, вот так вот. Один, два, три. Тогда у нас здесь вот появится еще вот такой вот вложенный список. И так далее. То есть мы можем добавлять совершенно разные типы данных, совершенно разные объекты. Но только какое-то одно значение. Один элемент. Например, добавлять сразу два элемента с помощью penda. Например, вот так вот. Число один и число два. Не получится. Если мы попытаемся выполнить эту программу, эту строчку, то у нас возникнет вот такая вот ошибка. Что метод append принимает только один аргумент. А мы передаем два. Следующий метод, который мы рассмотрим, он называется вот так вот. Insert. И позволяет вставлять в список, в определенную позицию, определенные значения. Ну, например, давайте вот в эту третью позицию, вот где находится число 23, вставим какое-нибудь другое значение. Число минус 1000. Как это сделать? Индекс вот у этого числа 23 равен 3. Потому что с 0 идет 0, 1, 2, 3. И мы вот по этому индексу пропишем значение минус 1000. Сделаем это. Значит, напишем здесь 3. Это индекс вставляемого элемента. И далее тот элемент, который хотим добавить. В данном случае число минус 1000. Выполняем команду и смотрим, чему теперь равен список A. Смотрите, перед вот этим значением 23 мы добавили вот этого значения минус 1000. То есть, таким вот образом мы вставили новые значения в этот существующий список. Если же нам нужно удалить какой-нибудь элемент из списка, то для этого существует несколько методов. Первый метод это remove. Он позволяет удалять по значению элемента. Предположим, мы хотим удалить вот это вот значение true. Давайте его так и здесь и пропишем. Remove true. Тогда вот этот вот метод remove найдет первое вот такое вот значение true и удалит его из списка. Проверим это. Выполним эту строчку и смотрим. У нас теперь вот этот вот список продолжает содержать вот это значение true. Но, обратите внимание, из этого списка пропала вот эта вот первая единичка. Почему так произошло? В действительности вот здесь вот, когда мы пытаемся удалить булевые значения вот такое вот, то вместо true вот этот вот метод remove представляет не только булевые значения, но и еще вот такое вот числовое значение 1 просто. И я вот этим примером как раз это и хотел продемонстрировать, что булевые значения приводятся к определенным числовым значениям. 1, а если вот здесь вот false прописать, то это было бы значение 0. Вот на это следует обращать внимание. Но, если мы повторим вот эту вот операцию remove true, то удалится как раз вот это вот true. Выполним эту строчку и посмотрим, что у нас за списка получится. Теперь вот этого true здесь в этом списке нету. И так можно удалить совершенно любые элементы по их значению. А что если мы будем удалять элемента, которого здесь нету? Ну, например, вот такую строку hello. Список ее не содержит. Давайте выполним и посмотрим, что будет. Будет ошибка. То есть, если происходит удаление несуществующего значения, то этот метод remove приводит к ошибке. Вот это тоже следует запомнить. Ну, а другой метод для удаления, он называется вот так вот. Pop. И если мы записываем этот метод без аргументов, то происходит удаление последнего элемента из этого списка. При этом вот этот вот метод pop возвращает удаляемый элемент. Вот смотрите, выполняем эту строчку. И вот здесь вот в консоли видим значение элемента, который был удален. И действительно, если мы посмотрим вот этот список а, то теперь вот этого вот вложенного списка здесь нету. Но вот это вот значение как раз было возвращено этим методом. То есть, мы можем сделать, например, так. В какой-нибудь переменной запомнить то, что мы удалили. То есть, мы удаляем сейчас, опять же, последний элемент. И при необходимости мы можем запомнить значение вот этого удаляемого элемента для того, чтобы с ним сделать что-то дальше в программе. Иногда это требуется. И, соответственно, вот выполняя эту строчку, у нас, опять же, вот этот список а не будет сдержать этот последний элемент, а перемена end будет ссылаться на вот этот вот нолик. Также, с помощью этого метода pop мы можем удалять не только последний элемент, но, вообще говоря, любой элемент по его индексу. Если указать индекс, допустим, вот третьего элемента, что это за третий элемент? Это вот этот 23. Потому что 0, 1, 2, 3. Как раз здесь индекс 3 получается. Если мы выполним pop вот с таким значением 3, то вот это вот число 23 будет удалено из списка. Выполняем, видим 23. И, соответственно, список а уже не будет сдержать этого значения. То есть, вот так вот с помощью метода pop мы можем удалять либо последний элемент, если не писать никаких значений вот здесь в качестве аргумента, либо определенные значения по его индексу. Remove, вот этот вот предыдущий метод, удаляет по значению, а pop удаляет по индексу. То есть, два вот таких вот полезных метода, которые довольно часто используются на практике. Ну, а если мы хотим вообще очистить весь список, то для этого используется такой вот метод, который называется, то есть очистка. И в итоге вот этот список а будет просто пустым. То есть, удаляются все элементы. Давайте вернем наш список, тот, который у нас был. И, соответственно, следующий метод, о котором мы поговорим, это копия. То есть, вот так вот, а.копия. Этот метод позволяет создавать копию данного списка. То есть, если мы присвоим какой-либо переменной другой, вот этот вот список, то есть копию этого списка, то переменной c будет ссылаться уже на другой объект, который будет сдержать, конечно, такие же значения. Но это будет совершенно другой список. Вот этот список и этот список. Это совершенно два разных списка. Ну, и с помощью id очень легко это можно посмотреть. id у первого списка вот такой вот, а у списка c будет вот такой вот. Как видите, вот эти вот значения, они разные. Это как раз говорит о том, что переменная a и c ссылается на разные объекты вот этих вот списков. Кстати, вот эта вот строчка, она эквивалентна таким способом. Мы можем также копию списка создать и с помощью срезов, так как мы это говорили на предыдущем занятии. Ну, и с помощью вот такой вот функции лист специальной. Это будет все то же самое. Как создавать копию списка в итоге, вы решаете сами. Какой подход вам больше нравится, тот вы и используете на практике. Но чаще всего вот используется именно срезы, потому что это самая короткая запись. Просто квадратные скобки двоеточие. И результат будет абсолютно таким же. Следующий метод, который мы рассмотрим, он называется так вот, count, позволяет найти число элементов с указанным значением. Вот давайте поставим единичку и посмотрим, сколько таких значений находится вот в этом списке c. В данном случае это всего одно значение. Ну, давайте вот в этот список c добавим еще одно значение с единичкой. Вызовем метод append, который добавляет значение в конец этого списка. Соответственно, у нас получится уже вот такой список. И повторяя вот этот метод count, у нас уже будет здесь значение 2. Потому что единичка здесь 2. То есть вот так вот работает этот метод. Соответственно, если мы пропишем значение, которого здесь не существует, то на выходе получим значение. В данном случае вот он эту единичку опять же воспринял как true. Давайте пропишем здесь что-нибудь другое, строку какую-нибудь. И видим вот здесь значение 0, потому что вот такого значения в списке у нас нет. Далее другой похожий метод, он называется так вот, index, позволяет определять индекс определенного значения. Ну, например, опять же, если единичку поставить, то мы получим индекс вот этой вот первой единички. Ну, она действительно имеет индекс 0. То есть она возвращает индекс первого найденного значения. Ну, а если мы напишем, например, индекс от минус 54, вот так вот, то получим уже вот индекс равный единице, потому что это следующее значение. Но все же, а как нам получить индекс вот этой вот второй единички, которая присутствует в этом списке? Для этого мы можем воспользоваться вторым аргументом, который есть у этого метода index. Вот это вот первый аргумент, это значение, которое мы ищем. А второй аргумент, который мы здесь укажем, это стартовый индекс, с которого выполняем поиск этого значения. Если мы здесь в качестве стартового индекса поставим, ну, допустим, вот двоечку, то в итоге получим индекс 7, потому что мы будем искать среди вот этих вот значений вот эту вот единичку. Ну, и она здесь единственная, последняя, и имеет индекс как раз равный 7, что мы здесь и видим. Если же этому методу указать несуществующее значение, я опять же строчку пропишу, то она возвращает ошибку. Чтобы в программах избежать вот такой ситуации, когда мы пытаемся найти индекс несуществующего элемента, то вначале лучше, конечно, проверить, а есть ли вообще такой элемент в списке. Как мы с вами говорили на предыдущих занятиях, это делается с помощью такого специального оператора n. И здесь указывается список, в котором мы хотим узнать, а есть такой элемент или нет. В данном случае вот этот вот оператор возвращает false. Поэтому как только мы видим false, то вот такую строчку выполнять не нужно, чтобы не получать вот такую-то ошибку. Подробнее о том, как это сделать, мы будем говорить на последующих занятиях, когда будем проходить оператора ветвления, то есть оператора проверки условий. Но пока просто имейте в виду, чтобы избежать вот такой вот ошибки, то прежде чем выполнить вот этот вот метод индекс, лучше проверить, а существует ли вот соответствующий элемент в этом списке. Если существует, то выполнять, а если не существует, то не выполнять. Следующий метод, он называется reverse, меняет порядок следования элементов на обратный. То есть смотрите, теперь наш список c принимает вот такой вот вид. То есть все вот эти вот элементы, все вот эти вот значения, они находятся в обратном порядке. То есть вот у нас выше вот здесь вот изначально был вот такой вот порядок, видите? Вот здесь в конце, в частности, было минус 45, 0, 1. А теперь у нас здесь вот так вот идет. 1, 0, минус 45. То есть все идет в обратном порядке. Ну и последний метод, который мы с вами рассмотрим, это метод sort Он позволяет выполнять сортировку значений по возрастанию текущего списка Если опять же выполнить вот этот вот метод, то у нас все вот эти вот значения будут упорядочены по возрастанию Ну или, как говорят, по неубыванию То есть, например, вот здесь вот идут две единички, они, конечно, не по возрастанию идут, а по неубыванию Поэтому правильнее, конечно, говорить по неубыванию Но как-то термин по возрастанию прижился, поэтому чаще всего его используют И я вот тоже так говорю, по возрастанию Но всегда следует иметь в виду, конечно, что равные элементы будут идти друг за другом Причем, обратите внимание, вот этот вот метод sort, он сортирует сразу вот этот вот текущий список То есть, опять же, присвоить какой-либо другой переменной результат работы этого метода не нужно В итоге мы вот этот вот a получим, опять же, со значением none Потому что метод sort ничего не возвращает, то есть возвращает none Он именно сортирует текущий список Это кардинальное отличие вот от такой функции sorted, которую мы с вами рассматривали Эта функция именно возвращает новый отсортированный список При этом прежний список остается неизменным А метод sort, он именно применяется к текущему списку И меняет именно этот список И при этом ничего не возвращает То есть, вот это кардинальное отличие метода sort от функции sorted На самом деле, есть еще и другие отличия, о которых мы с вами позже поговорим Если же мы хотим выполнить сортировку по невозрастанию, то для этого прописывается дополнительный параметр Он называется reverse И ему нужно присвоить значение true Тогда у нас получится Так, я неправильно писал reverse Давайте я его перепишу вот так вот То у нас в итоге список станет вот таким вот То есть сначала идет максимальное значение, а в конце будет минимальное И кроме того, мы сортировку можем выполнять не только с числовыми значениями Но и вообще с любыми элементами, которые между собой можно сравнивать на больше и меньше Например, со строками Если мы опишем вот такой вот список, состоящий из строк И применим к нему метод sort То, соответственно, получим сортировку среди вот этих вот строк Давайте посмотрим, что у нас получится Сначала идет Казань, потом Москва, Санкт-Петербург и в конце Тверь То есть в данном случае выполнялось сравнение строк по лексикографическому порядку И они выстроились вот в таком порядке Итак, на этом занятии мы с вами рассмотрели вот эти основные методы списков Как всегда, для закрепления материала обязательно пройдите практические задания И переходите к следующему уроку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok